Всем привет! Сегодня я покажу на примере игры Sniper Host Warrior Contract, как с помощью программы ArtMoney можно добавить или вовсе заморозить уменьшение патронов. Само собой, показанным мной способом, в игре можно управлять не только патронами, но и, например, деньгами. А также вы можете посмотреть прошлые мои видео по ArtMoney. Ссылки на видео в описании. Итак, приступаем. Запускаем ArtMoney от имени администратора. Запущенную программу можно не сворачивать. Далее запускаем игру Sniper Host Warrior Contract. Теперь выбираем значения, которые мы хотим поменять. В моем случае я хочу заморозить количество патронов для автомата. Для этого запоминаем, сколько у главного героя патронов в данный момент. Сворачиваем игру. Я для этого пользуюсь клавиатурным сокращением Alt-Tab. Возвращаемся в программу ArtMoney. В окне, где надпись «Выберите процесс», выбираем нашу игру. Нажимаем кнопку «Искать». В открывшемся окне нужно выбрать метод, которым мы будем искать нужное нам значение. Так как количество патронов можно точно отследить в игре, то метод отбора в выпадающем списке, где надпись «Искать», выбираем точное значение. В поле «Значение» указываем, сколько патронов в игре на данный момент. Мое значение 30. Вы должны указать свое значение. В поле «Тип», «Диапазон адресов» и «Кратность адресов» выбираем значение «Все». Нажимаем «Окей». Программа ищет заданное нами значение в игре и выдает все найденные результаты. Возвращаемся в игру, развернув ее. Теперь наша задача – изменить количество патронов любым способом. Изменять можно в любую сторону, уменьшение или увеличение. Я просто выстрелю один раз, тем самым уменьшу количество патронов. Запоминаю оставшееся количество патронов, нажав «Альттаб», возвращаясь к программе. Далее нажимаем кнопку «Отсеять». В поле «Искать» выбираем точное значение. В поле «Значение» указываем, сколько у нас патронов в игре в данный момент. В поле «Тип» выбираем «Все». Нажимаем «Окей». Программа отсеяла указанное нами значение, но результатов все еще много. Снова разворачиваем игру, производим выстрел, запоминаем количество патронов, нажимаем «Альттаб», возвращаемся в программу, нажимаем «Отсеять». Настройки никакие не меняем, кроме поля «Значение». В данном поле указываем, сколько патронов у нас на данный момент, нажимаем «Окей». Повторяем все последние действия до тех пор, пока в отсеянных значениях не получим приемлемое количество найденных процессов. Например, от 1 до 5 переносим значение в правое окошко, нажав на зеленую стрелочку. Так как я точно не знаю, какое именно значение отвечает за количество патронов, просто начну с самого верхнего. Если значение окажется неверным, перейду к следующему, которое расположено ниже. Итак, дважды кликаю левой кнопкой мыши по значению и меняю его на нужное. В моем случае значение 30, оно равняется максимальному значению патронов в магазине автомата. Разворачиваем игру и проверяем результат. Как видим, количество патронов восстановилось до указанных нами 30. При этом, если выстрелить, то количество уменьшится. Возвращаемся в программу. Для того, чтобы патроны не тратились в игре, найденное значение нужно заморозить, кликнув один раз левой кнопкой мышки в окошко перед значением. На данном месте появится значок, который подтверждает заморозку. Возвращаемся в игру, проверяем результат. Как видим, количество патронов стремится вернуться к прежнему значению. На данный момент можно стрелять бесконечно. Если это видео оказалось для тебя полезным, поставь ему лайк и подпишись на канал. Желаю удачи, до новых встреч!